Министерство образования каждый год организует конкурс на присуждение стипендий президента аспирантам. На текущий год назначено 69 стипендий аспирантов, из них 41 из наших вузов. И это немало, стипендия на сегодняшний момент составляет 641 рубль. Также Министерство образования на основе заявок на гранты от студенческих научных обществ, лабораторий, отдельных магистрантов и аспирантов осуществляют конкурс на грантовое финансирование их научной работы. В частности, в прошлом году было выдано Министерством образования на 133 проекта 500 тысяч рублей. Сейчас завершается на текущий год также конкурс и не меньше грантов будет выдано и в этом году. Хочется отдельно рассказать про научно-технологические парки, которые функционируют в системе образования. Эти парки специализированы в отличие от городских парков. И в отличие от городских технопарков там осуществляется полный инновационный цикл от научных исследований и разработок до постановки продукции на производство. В частности, технопарк УниТехпром БГУ специализируется на производстве ветеринарных и фармакологических препаратов. Технопарк Политехник при БНТУ специализируется на производстве медицинских изделий нового поколения. Витебский технопарк специализируется на предприятиях легкой промышленности. Сейчас молодые ученые хотят получить быстрый эффект. Они стараются создать резидентов, либо поступить на работу в резидентки парка высоких технологий. Такую возможность скоро предоставит и Министерство образования. В текущем году будет создан научно-технический парк при БГУ. В Дарственном университете информатики и радиоэлектроники. Вот, к примеру, если в Гродненском технопарке к концу прошлого года было создано 6 резидентов сотрудниками и выпускниками, и студентами университета, да, из них 4 резидента исключительно студентами, да, то с этого года и с последующего такие резиденты можно будет создавать и в Минске, и в научно-технологическом парке БГУ информатики и радиоэлектроники. Субтитры создавал DimaTorzok